Выходите из зоны комфорта. Это позволяет вам развиваться. Подавляющее большинство людей, они привыкли к своей зоне комфорта, они не любят из неё выходить, соответственно, они не получают ничего нового. Вспомните, когда вы делаете что-то в первый раз, когда у вас не получается, как вы себе чувствуете? Но если вы это преодолели, если вы это один раз сделали, тогда вы приобрели новые навыки, знания. Но если вы это сделали несколько раз, то вы снова в зоне комфорта. Только тогда вы растёте. Выйдя из зоны комфорта, вы получаете новые возможности, вы получаете новые знания, новые навыки. Брайан Трейси сказал, кто преуспевает, всегда решительные. И они совершают гораздо больше действий, чем другие люди. Большинство людей избегают выходить из зоны комфорта. Удобство – это их главный приоритет. Успешные люди знают, что удобство или зона комфорта не имеют ничего общего с философией успеха. Только мешают достижению успеха. Дискомфорт ещё никому не навредил. Но жизнь в угоду комфорту загубила очень много людей и гораздо больше, чем загубила всё остальное вместе взятое. Если вы не осуществляете новые шаги, соответственно, вы не встречаете новых людей, вы не получаете новые возможности. По-настоящему вы развиваетесь только тогда, когда делаете что-то новое, то, что вы никогда не делали. Именно это приводит к успеху. Осознанно вступайте в зону дискомфорта. Тогда вы будете развиваться. Это прямая дорога к успеху. Как сказал в своё время Альберт Эйнштейн, что к успеху есть только один путь. И этот путь лежит через страдания. Успешные люди, которые стали счастливы, они отлично понимают, что счастье не имеет никакого отношения к спокойной жизни. То, что привело человека к результату, это является счастьем. Это является и успехом. Независимо от чего человек добился, к какому результату он пришёл. Потому что у каждого свой успех. Конечно, чтобы достичь успеха, надо постараться, надо помучиться, надо ошибаться, надо падать, надо перейти боль, надо перейти какие-то унижения, перейти какой-то стыд. Нужна сила воли, чтобы уметь это всё пережить. Но то, что нас не убивает, делает нас сильнее. Воин сомневается и размышляет до того, как принимает решение. Но когда оно принято, он действует, не отвлекаясь на сомнения и размышления. Это и есть путь воина. Человек, который хочет стать успешным, он должен соблюдать определённые правила. То есть, если решение принято, оно должно быть выполнено. Успешный человек должен держать слово. Уважаю только тех людей, которые не пускают слова на ветер, а которые действительно держат слово. Есть такая пословица. Уронив оружие, ты потеряешь жизнь. Уронив слово, ты потеряешь уважение. Всегда держи своё слово. Гораздо лучше пообещать и выполнить, чем просто внезапно подарить. Будьте уверены в том, что вы сможете сдержать своё слово и выполнить своё обещание. Это очень важно для успешного человека. Японский писатель Рюнаска Кутагава, он сказал такие слова. Если вы не сдержите обещание, вы не будете гореть в яростном пламени ада. Кара постигнет вас уже на этом свете. Умение принимать решение – это не божий дар. Умение принимать решение – это такое же точно качество, которое вырабатывается с другими качествами. Дисциплина превращает немногочисленное войско в могучую силу, приносит успех слабым и уважение всем. То есть будь дисциплинирован. Это нужно для внутренней дисциплины, для самодисциплины. А что такое дисциплина? Дисциплина нужна для того, чтобы из того, что ты хочешь прямо сейчас, и из того, что ты хочешь больше всего, ты всегда выбирал второе. Успешные люди характеризуются тем, что они отлично знают, какова их цель. Они отлично знают, как ее достичь. Сфокусируйся на своей цели, сфокусируйся на своей мечте, думая только о новых возможностях. Цели – это осуществляемые мечты. Мечтайте, не стесняйтесь, думайте о своей мечте.